Озеленить города Подмосковья взялись тысячи местных жителей. Экологическая акция «Наш лес, посади свое дерево» прошла в минувшую субботу. Новое поколение рябин, яблонь, клёнов, елей и других деревьев теперь будут расти вокруг Москвы. В Химках задумку поддержали и выделили почти сотню площадок, где теперь будут набираться сил и крепнуть саженцы благородных сортов. Официальный старт акции в Химках дали на проспекте Мельникова. Каждое дерево – это история. Эти деревья будут здесь всегда расти. Они будут нести эту историю, эту энергетику, с которой сегодня мы вместе с вами эти деревья сажаем. Планы на эту площадку большие. С годами она должна превратиться в зеленую зону для прогулок. Название уже есть – театральная аллея. Состоялось и торжественное открытие памятного знака. Много труда вам, друзья! Пусть тело спорится в руках! Пусть хорошее настроение не покидает вас! За работу! Враг! После официальной части приступили к посадке. Инвентаря заготовили с запасом, а вот саженцев и лунок было ограниченное количество. Их бронировали заранее, во время регистрации. Но эти хлопоты того стоили. Каждый химчанин может почувствовать себя здесь настоящим садоводом и посадить свое собственное дерево. Ну где такое еще попробуешь, если у тебя нет, например, собственной дачи? Получив перчатки, лопату и, собственно, саженец, осталось дело за малым – его посадить. Лихо орудовали лопатами не только местные жители, но и первые лица Подмосковья. Министр образования Ольга Забралова выбрала химки, чтобы посадить свое дерево. Я даже по-хорошему завидую химчанам, честное слово. Потому что, во-первых, очень здорово придумали вот этот сквер за час. Потому что я такое первый раз вижу. И это не только посадка деревьев, это вообще благоустройство. Тут и красивые лавочки, скамейки, и качели, и все что угодно. Очень красиво. Свой небольшой вклад в экологию региона внесла и депутат Госдумы Ирина Роднина. По словам олимпийской чемпионки, за последние годы посадили очень много деревьев. Но эта аллея особенная. Наверное, с каждым годом это все больше и больше становится интересно, потому что можно посадить и забыть. А здесь, наверное, это будет продолжать быть во внимании жителей, потому что это было их предложение. А вот для Александра Смирнова сегодняшняя акция сродни небольшой разминке. Депутат обожает заниматься своим огородом по выходным. У нас яблоки в этом году родились сумасшедшие просто. Ну а так просто повозиться. Мне кажется, любой нормальный человек любит что-то сделать, что-то посадить своими руками, чтобы потом увидеть результат. И даже не столько съесть, сколько положить эти яблоки на стол, смотреть на них и гордиться. Что вот это я не купил, а сам вырастил. Химчанке Людмиле лунка досталась в двух шагах от дома. Маленького сына взяла с собой в качестве группы поддержки. Малыш в итоге так проникся действием, что стал помогать не хуже взрослого. Малыш с самого утра ждал. Мама, когда начнется акция «Наш лес». Польза колоссальная. Во-первых, она объединяет людей, объединяет жителей микрорайона. Все начинают заботиться, потому что природа – это самое главное, о чем сегодня должно заботиться человечество. После ударного труда на свежем воздухе подкрепить силы можно было на полевой кухне. По домам участники расходились уставшими, но веселыми и довольными. Каждый из них знает, что теперь в Химках будут расти деревья, высаженные их собственными руками.